Сезон сбора урожая в этом году в регионе задержался. Тем не менее, аграрии прогнозируют богатую жатву. По словам областного департамента агропромышленного комплекса, в этом году север региона собирает 40 центнеров с гектара, тогда как в прошлые годы урожайность составила 60 центнеров. Несмотря на это, из 458 тысяч гектаров пшеничных полей обработано чуть более 200 тысяч. Это практически половина всего урожая культуры. Специалисты докладывают, только за прошедшие сутки на треть увеличился обмолот пшеницы. В начале жатвы аграрии жаловались на нехватку уборочной техники для разных видов культур. Но департамент обнадеживает тем, что проблема все-таки решена. И машины в полном режиме работают на полях. Проблемы начались с приходом осадков. Это повлияло не только на количество урожая, но и его качественные показатели. Дожди, холодные температуры, а позже резкая жара сильно присушили пшеницу и сказались на количестве ячменя. Прошлый год был совсем неудачным. Мы практически ни одной тонны зерна не завезли на этот элеватор. Если мы каждый год завозим в пределах 20-30 тысяч тонн, то учитывая прошлый год такие форс-мажорные обстоятельства с погодой в сельском хозяйстве, мы сюда не завозили ни одной тонны, потому что не было что везти. У нас 18 тысяч гектаров. Она немножко плавает. Люди то приходят, то уходят. Но в среднем 18 тысяч гектаров. Ну, допустим, мы закончили сбор озимовой очменя. У нас получилось 53-54 центнера урожайности озимовой очменя по кругу. Сейчас приступили к уборке рапса озимого и озимой пшеницы. Пшеница идет на уровне пока 5 тонн. Это канадская селекция. Мы сейчас ее убираем. Следующая будем приступать к одесской селекции. Она немножко позже дозревает. Надеемся, что там будет лучше. Прошлогодняя засуха поставила весь Причерноморский регион в непростые условия, что повлияло на изменения в ценовой политике. На сегодняшний день одно из крупнейших предприятий региона, Кулендоровский комбинат хлебопродуктов, успело принять на хранение 21 тысячу тонн зерна, из которых 17 тысяч составил ячмень. «Потужность десь на 90-93 тысяч тонн, 70 тысяч тонн точно будет саме на это предприятие завезено. Тут сучасная лаборатория, тут довольно высокаякосные фаховцы. И самое главное, что технологический процесс, он абсолютно зрозумелый, знайомый, как для товаровиробника, так и для тех, кто зберегает и переробляет продукцию. Сучасное зберегание зерна, технология для работы, чтобы гарантированно Одесский регион был обеспечен главным продуктом хлеба». «Перерабатывая кулендоровскую муку на экспорт. Нас кулендоровскую муку знают в Южной Африке, в Эмиратах, ну, около 25-6 стран мира в Южной Африке, в Восточной, в Северной. Мы сегодня поступление данного объема зерна нам даст возможность более четко формировать помольные партии и экспортные позиции». В областном департаменте отмечают, в южных регионах из-за нестабильных погодных условий в пшенице содержится высокий уровень белка и клейковины, но количество клейковины низкое, отчего происходит понижение класса зерна. Объемы пшеницы 2-го и 3-го класса в этом году небольшие, но без хлеба область по итогам уборочной кампании 2021 не останется. А вот останутся ли с прибылью сельхозпредприятия – это уже другой вопрос, и решаться он будет точно не в Одессе.